Музыка 26 мая российские предприниматели отмечают свой профессиональный праздник. Примечательно, что право на предпринимательскую деятельность это конституционное право каждого гражданина нашей страны, которое закреплено в статье 34 Конституции Российской Федерации. Хотя предприниматели воспринимаются людьми как очень серьезные, деловые, сильные личности, у них есть человек, который занимается защитой их интересов. Это бизнес-омбудсмен. Итак, у нас сегодня в гостях уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чуварской Республике Александр Рыбаков. Также в студии мы будем обсуждать защиту прав предпринимателей с природоохранным прокурором Ириной Бородиной. Здравствуйте, Ирина Хауна. Здравствуйте, Александр Николаевич. Александр Николаевич, начнем, наверное, с Александра Николаевича. С какими вопросами чаще всего обращались предприниматели к вам в прошлом году и в первой половине этого? И как-то вот спектр этих вопросов, он меняется со временем? Ну, если посмотреть статистику обращений к нам, то в основном вопросы касались именно административного законодательства, земельно-имущественные отношения, в меньшей степени уголовного преследования, вот за истекшие 5 месяцев, да, можно так сказать, 4-5 месяцев этого года, в основном вопросы были связаны с участием в торгах, хотя уже практически нет вопросов, которые связаны с задолженностью. То есть тогда, когда предприниматели участвовали в торгах по государственным и муниципальным закупкам. Эта тема была очень актуальна в прошлом году, но там удалось навести порядок, в том числе благодаря прокуратуре. Ирина Михайловна, как Вы сотрудничаете с аппаратом, получается, Александра Николаевича? Здесь нужно отметить, что главное, как бы, это донести до общественности, до предпринимательского сообщества новые тенденции изменения законодательства, правоприменительной практики. И очень важно, когда мы вместе проводим и приемы предпринимателей, разъясняем им законодательство, и выслушиваем их проблемы, которые у нас существуют, потому что мы тоже должны знать, чем они живут. И когда мы по телевидению, на радио выступаем, тоже обобщаем и рассказываем о том, какие возможны нюансы с тем, что предприниматели обращались за защитой, потому что иной раз они не знают всего законодательства, где им могут помочь. Ну и, соответственно, выезды, вот Ирина Михайловна сказала, в конкретные районы, несколько районов выезжали, проводили встречи с предпринимательским сообществом, значит, с руководством Ворска и Межрегиональной прокуратуры в Торгово-промышленной палаты, ну и сейчас усилим работу в рамках общественных советов. Вот про выезды Вы сказали, Александр Николаевич, вот куда Вы выезжали, пример, какой можете привести? Например, мы выезжали в Маргаушский, Ярлинский район, значит, Красночитайский. Там в основном вопросы вот касались чего? Это экологического, природоохранного законодательства, да? Были и, значит, обращения не только предпринимателей, но и граждан, но они в той или иной мере, вот, например, касались как раз-таки и порядка доступа к, значит, охотничьим угодям, да, и, значит, к рыбалке, и, значит, охрана окружающей среды. Ну, обращение предпринимателей к нам, оно как-то им больше нравится, потому что он может сказать чуть больше, а мы уже можем подсказать, сориентировать, в каком ракурсе и куда доводить эту информацию, ну и, соответственно, разъяснить его права, чтобы защита была одной и более эффективной. Ну вот в этих районах к вам больше обращались, получается, за консультацией или уже когда права предпринимателей были ущемлены в какой-то мере? Ну, там можно отметить, что по большей части вопросы касались именно, да, действительно, разъяснения. По некоторым вопросам, скажем так, их доводы касались уже вот законодательства, и мы сейчас будем формулировать предложения, да, по изменению действующего законодательства, например, по доступу к береговой полосе, вот в частности в Маргаушском районе, да, вот все, что касается природоохранного, водного законодательства, там, конечно, предприниматели полагают, что законодательство в той части, в которой он действует сейчас, немножко сурово по отношению к пользователям. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Борис Титов, уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, подготовил книгу жалоб и предложений российского бизнеса. Это ежегодный доклад к президенту страны и журналистам. Особое место в нем уделено как раз теме проверок бизнеса. Какова ситуация в Чувашии с этим у нас? Да, действительно, федеральный бизнес-омбудсмен обратился, значит, к президенту страны, он анонсировал и журналистам книгу жалоб российского бизнеса. В частности, поднимались вот такие актуальные вопросы, это по расширению полномочий бизнес-омбудсменам, в том числе региональным, по участию в судах, у нас есть такое участие, по участию в проверках, значит, первое, второе, это по, значит, уменьшению, да, количества внеплановых проверок. Мы знаем, что вот благодаря реализуемой в Российской Федерации реформы контрольно-надзорной деятельности, а также роли прокуратуры, существенно снизилось количество плановых проверок, значит, по некоторым органам контроля там до 5-6 раз, мы об этом неоднократно говорили. И вот сегодня этот вопрос прокуратуре республики мы обсуждали уже. Значит, и еще один вопрос, он касался темы уголовного преследования предпринимателей, но эта тема не характерна для Чувашской республики, она поднималась там в части декриминализации отдельных, значит, преступлений, например, вот связанных с незаконным предпринимательством, или, например, с растратой, или других ненасильственных преступлений, которые можно было бы перевести в разряд гражданских, то есть за экономическое правонарушение, экономическую ответственность, или введение, значит, института залога, да, чтобы... Ну вот, например, скажу, что мы отслеживаем ситуацию с арестами предпринимателей, слава богу, у нас таких случаев, могу сказать, практически нет, то есть на время следствия суд в отношении предпринимателей избирает именно меру в виде домашнего, значит, ареста, либо, значит, подпиской, и поэтому еще одна тема, которая была связана с этим, она касалась именно необходимости усиления внимания, вот этот случай в Кемерово, да, трагические события, именно внимания к местам с повышенной опасностью. То есть вот бизнес-амбусмен уделил внимание необходимости, ну вот и расширение количественного состава, да, сотрудников МЧС, но в том числе расширение отдельных полномочий, потому что, ну, действительно мы видим, что иногда некоторые нерадивые, да, собственники, значит, торгово-развлекательных центров не исполняли, пользовались надзорными каникулами, не исполняли требования действующего законодательства в части обеспечения безопасности. При проведении проверок все равно нельзя перегибать палку. То есть мы все-таки, ну, наша цель, если нарушение допускается, то в первую очередь предупреждать, а потом уже наказывать, в том числе рублем. Вот это вот цель. Понятно. Ну, сейчас вот вводится риск ориентированный подход, то есть делятся предприятия, которые должны чаще проверяться, а делятся те, которые не особо опасны, и, соответственно, реже должны подвергаться проверке. Потом законодатель у нас более лояльно подходит, и все облегчает жизнь тем, что вводится и предупреждение, профилактика, это больше уделяется внимания, потому что в первую очередь предприниматели должны знать, что они должны соблюдать. Проверочные листы перед тем, как начать проверку, которые вывешиваются у органов, да, на сайтах, и, соответственно, органы, которые проводят проверку и смотрят, что должно какое-то правонарушение быть, предприниматель не знает, оно может его предупредить, что вот смотрите, вам нужно вот это, вот это сделать. То есть уже такое понятие вводится. Поэтому здесь очень правильно, и самое главное, что с другой стороны, конечно, органы контроля, они сейчас значительно вот таких вот грубых и массовых нарушений-то не совершаются. В единичных случаях какие-то отдельные органы допускают вот по незнанию, по тому же, иногда по стремлению, все-таки, видя факт нарушения, они хотят довести дело до конца и привлечь к ответственности предпринимателя, и поэтому допускают ошибки, может быть, даже технического характера в составлении документов, но формально это является нарушением и влечет ответственность. Ирина Михайловна, как сделать так, какие меры Вы могли бы сами предложить, чтобы предприниматели стали социально более ответственны, и социальная ответственность для них была важнее прибыли? Ну вот, на мой взгляд, конечно, это главное, это экологическое воспитание, вот открытость во всех источниках и привлечения предпринимателей. Сейчас очень много, начиная с дошкольного возраста, привлекают детей к субботникам, к посадке леса. Нужно во всем этом участвовать, потому что, когда ты идешь, убираешь берега вокруг водоема, потом уже в следующий раз, когда ты поедешь отдыхать, ты задумаешься, будешь ли ты здесь выбрасывать бутылки и пакеты. Поэтому я думаю, что этому нужно уделять большое внимание и предпринимательно тоже участвовать в этом. Потому что мы же все заботимся о том, что мы хотим, чтобы вокруг нас было чисто, мы дышали чистым воздухом, пили чистую воду, и эстетично, чтобы это было красиво и культурно отдыхать где-то. И даже вот, да, это считается нормальным, а вот то, что ненормально, это надо воспитывать изначально. Александр Николаевич. Ну и я пользуюсь случаем, хотел бы поддержать и вот Ирину Михайловну, а также поздравить наших предпринимателей с Днем предпринимательства, пожелать им больших успехов в деятельности, ну и больших прибылей. Спасибо. С праздником. С праздником. Спасибо. На этом у нас все. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова